Сразу же вышли со мной на связь наш представитель и юрист из Евросоюза, который занимался сопровождением. В общем, что сейчас происходит на Кубе? Зеленые, голубые паспорта. Сразу же арест. На глазах нашего представителя, он говорит, отправили в депорт примерно 99,9%. Кроме, кстати, наших ребят, которые сейчас благополучно находятся в Гавана. Тоже боятся всего. То есть просто развернули и сразу же депорт. Допрос с пристрастием 4-5 часов. Вас будут запрашивать, зачем приехали на Кубу, куда дальше двигаетесь. Ни в коем случае, даже не пытайтесь из Кубы взять себе билет до Мексики. Это вообще нереально. Так, друзья, отслеживайте наши новости. Я вас буду держать в курсе всех событий. И не создавайте вот эту ложную пробку, вот эту очередь, когда вы просто едете с такими глазами и не понимаете куда. Я не знаю, кто вас там курирует, я не знаю, кто вам подсказывает, какие блогеры вам советуют, в каких там телеграм-группах вам говорят, что нужно так ехать. Но из-за вас, из-за ваших вот этих вот непонятных движений, просто сейчас люди нормальные не могут доехать до Мексики. И нам приходится нервничать и переживать по этому поводу. Плечи-то я вот эти вот огромные сумки, по 10 сумок у каждого наперевес. Это показывает ваши нетуристические намерения, и будьте готовы к тому, что из этих всех сумок вещи будут летать вот так вот в Гаван. Они будут вытряхивать прям все вот так вот на землю и проверять каждую бумажку, каждый документ, ваши кроссовки, носки и прочее на предмет каких-то там подозрительных вещей, которые указывают на ваше миграционное намерение. Обычно все едут нагруженные тюками, как товарищи, видимо, тоже едут в сторону Кубы или Мексики. И потом эти люди говорят, что они туристы. Какие рейсы сегодня люди используют для въезда в Мексику? Это авиакомпания Azur Air. Имея тур, можно долететь, добраться до Канкун вот этой авиакомпании. И вторая авиакомпания, которая более-менее сегодня сажает на свои рейсы. Сейчас покажу ее всем известная Люфганза. Что касается вообще авиакомпании Azur, 2-3 месяца назад, когда на их рейсы прилетела масса граждан Узбекистана с российскими фальшивыми паспортами, когда этой авиакомпании вернули практически 40% рейса, так как авиакомпания обслуживает крупные туристические компании в России, получилось так, что договорились. Скажем так, авиакомпания Azur договорилась с мексиканцами, и сейчас можно спокойно использовать авиакомпанию Azur. Вы покупаете тур и летите без заезда в транзитные страны. Вот, кстати, их сайт. На сайте можете посмотреть билеты. Вообще ситуация там меняется. Неделя выдается, когда транзитные рейсы начинают просто очень сильно борзеть. Особенно европейские страны, Куба. Как я говорил, на Кубе сейчас все очень неприятно, все очень плачевно. Только за вчерашний день вернули из Кубы около 250 человек с синими паспортами. Делайте выводы соответствующие, друзья, стоит ли сейчас туда ехать. Субтитры создавал DimaTorzok